Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Что нужно сделать, чтобы не ревновать своему мужу? Кроме дела, что я сама понимаю, что причин для ревности нет, но обратно мне мозг не дает такой. Я про шарфа вечного телефона, особенно в сердце, вечно ищу и догапываюсь, делаю смысл слона и я через черт собственница. Как быть, если проблемы у меня в голове? Найти компромат, помогите, пожалуйста, Мария. Смотрите, вот, значит, если говорить о том, что нужно сделать, то лучше всего пойти на психотерапию, да, и начать работу, вот, индивидуальную. Вот, потому что проблема ревности, она, как бы, ну, не узкая, а достаточно широкая. Ревность является проявлением излишней фиксации на партнере. Такое, такое чувство, что вот от того, верим ли вам муж или нет, да, зависит то, вот, как вы себя будете чувствовать и тогда. Поэтому, самое лучшее, что вы можете сделать, это пойти на психотерапию, а прямо сейчас вы можете представить себе, что будет, если вы действительно что-то найдете, если вы узнаете, что он вам изменил. Что будет, что вы будете думать, что вы будете чувствовать. Вот, вариантов там довольно много. Вот, начать хотелось бы, наверное, с того, что, быть может, не связано напрямую с ревностью, то, что я сейчас скажу, но вы нарушаете личные границы своего мужа тем, что, ну, как бы, залезаете в его телефон, да, и в его соседях. То есть, по сути, это нарушение личных границ. Вам нужно увидеть, что вы не уважаете своего мужа и не уважаете его личные границы в силу того, в силу того, как вы его воспринимаете. Вот. То есть, он для вас объект, по сути. Он для вас объект, который должен что-то подчеркнуть. Что-то подчеркнуть и что-то показать вас. То есть, это некая ваша потребность. Вот. Я думаю, что если пофантазировать на эту тему дальше, то вы могли бы прийти к тому, что у вас есть некий идеальный образ мужа, с которым вы какая-то. То есть, вы обладаете какими-то характеристиками, какими-то свойствами, статусом может быть и так далее. Какая-то ваша потребность удовлетворяется. Нужно ее удовлетворять увидеть и посмотреть, во-первых, какая она, во-вторых, как ее можно лучше реализовать и удовлетворить. Желательно разными способами, но не только одним. Дальше. Бывает так, что ревность, она же поиск компромата, связан с тем, что бессознательно человек хочет расстаться со своим партнером. Если, например, считает себя недостойным от мошеней. Если, например, чем-то недоволен партнер, но боится, например, ну, допустим, боится принять решение, да, самостоятельно. То есть, вот, как-то вот есть, есть, ну, какие-то опасения в этом смысле, да, в этом плане. Вот. И, значит, ревность здесь нужна, в общем-то, для того, чтобы таким образом проявить те ваши импульсы. Вот, те ваши, значит, чувства, да, которые вы себе, вероятно, запрещаете. Вот. То есть, например, недовольство запрещает себе, запрещает себе, там, мысли о том, что вы недостойны отношений. Вот. И так далее. То есть, вот, ну, такая ситуация, вот она тоже, может быть, да, такая ситуация тоже вполне возможно. Вот. Она, эта ситуация, конечно, неприятная, да, то есть, ну, ну, вот, в целом неприятно. Так. Осознавать, да, это в целом неприятно, вот, как-то, может быть, ну, ну, как-то замечать этот момент. Вот. Ну, я бы сказал, вот, я бы сказал, что очень, очень часто, очень часто, вот, такие моменты бывают. Дальше, а, если вы, вот, так у вас как-то получилось, что, ну, подозреваете, да, своего мужа, мужа в измене, вот, если так вот у вас происходит, то довольно часто бывает так, что человек сам думает об измене, вот. Но не позволяет, не позволяет себе эти мысли допускать. То есть, часто бывает так, что самому ревнивцу тот, кто все время думает о том, что ему могут изменить, хочет изменить сам. Это проекция, когда мы свои желания, вот, переносим на других людей. А, традиционно, традиционно, тему ревности связывают с неуверенностью в себе, с ощущением, вот, знаете, такой, ну, не самодостаточности, нереализованности, непринятием себя, стремлением к тому, чтобы раствориться в партнере. Вот. То есть, то есть, слияние, вот, у нас то, что нет личных границ, да, то, что вы легко нарушаете личные границы своего мужа, вот, это вот проявление как раз таки слияния, то, что вы как бы сливаетесь со своим мужем, вот, и, ну, пытаетесь быть единым целым. А почему пытаетесь быть единым целым? Потому что, вот, вам само собой находиться тяжело, трудно и больно. Вот. Ну, тут тоже нужно выяснять, да, этот момент. Еще один важный момент заключается в том, что наличие, наличие ревности, знаете как? Ведь ревность, это фиксация на теме, измене, да, то есть, вот, это фиксация на теме того, значит, что, вот, ты мне можешь изменить, да, у тебя, может быть, значит, ну, другая, вот, и так далее. То есть, это вот, значит, ну, такой момент есть. Вот, но, давайте подумаем, почему, вот, ну, почему подобные, подобные аспекты, да, в принципе, могут проявиться. Ответ, на мой взгляд, довольно простой. Потому что вы больше никак не воспринимаете своего мужа и себя. То есть, вы и себя, и своего мужа воспринимаете только как, вот, через призму собственничества, как, ну, мужчину и женщину. Вот. То есть, ты мой, ты мой мужчина, говорите, вы, я твоя женщина, говорит ваш мужу, словно говоря. Вот. И все. Ну, то есть, это вот такая тематика, как раз. Тематика собственничества на себе. Тематика сведения ценности себя и партнера только лично, только лично к вопросу, ну, к верности. То есть, к поларолевой модели гендерной принадлежности. Это очень серьезное, сильное сужение, вообще грани восприятия личности, как своей, так и партнера. И это говорит о том, что в целом вам ваша жизнь может быть неинтересна. Просто неинтересна. Потому что, вместо того, например, вместо того, чтобы просто поделиться с человеком чем-то интересным, ну, вот, вы просто делитесь с человеком над тем, что вот составляет ваши интересы, например. А вы вместо этого спрашиваете, где ты был. Ну, к примеру. Где ты был, да, там, что делал и прочее. Вот. То есть, это становится возможным тогда, когда человек игнорирует свои интересы. Себя. Себя. Себя, свою личность. Когда человек к ней не прислушивается. Ну, я имею ввиду, к себе, опять же, не прислушивается. Вот. И, конечно же, в такой ситуации, на мой взгляд, довольно сложно воспринимать и вашего мужа как кого-то, да, кроме, собственно, того, что он мужчина, что он муж. И это говорит о том, что у вас может быть недостаточно интересов. Вот. Ну, я имею ввиду, недостаточно общих. Дело в том, что когда людям друг с другом интересно, на ревность, ну, просто не остается времени. Вот. Когда мы любим человека, то мы принимаем его, мы заинтересованы в его развитии, в его росте. И потенциально, возможно, измена, хоть и не является чем-то приятным, да, чем-то, ну, как бы, чем-то, ну, веселым. Это является, скорее, чем-то грустным. Вот. Что, в принципе, абсолютно нормально. Вот. Тем не менее, это принимается. Это принимается. То есть, ну, есть какое-то вот, ага, какое-то принятие. принятие этого. Вот. А у вас этого, у вас этого как будто бы нет? этого принятия, понимаете? Понимаете? И это, в свою очередь, наводит на мысль о том, да, а... как вы относитесь к своему мужу? То есть, вообще, как вы его видите? Что вы к нему чувствуете? А, нужен ли он вам только? А, как вот, некое такое, ну, условно говоря, для, ну, не знаю, подспорья, да, для чего-то, для какой-то вашей потребности, может быть. или, 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 все-таки вы вот относитесь к нему более, ну, как к чему-то более ценностному, да? вот. Понимаете, да? И вот на эти вещи, а, ну, все, вам нужно обратить внимание, именно именно на эти вещи как мне кажется тогда вот как раз вам будет проще вам будет как-то вот понятнее вам будет удобнее и вам будет комфортнее а самое главное что вы вот немножечко как бы сместите фокус в этом смысле с ревностью ну вот своей а на что-то другое на что-то другое потому что ну сейчас вас это сейчас вас это делать не получается и я понимаю я понимаю почему да сейчас вот это можно это решается это решается вот как то так на этом все я надеюсь что вам это было интересно надеюсь что вам это было полезно буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу позволит начать над собой работу вот удачи вам обращайтесь всего самого доброго спасибо